Как управлять потоком исполнения, тем более, что GoTo использовать крайне нежелательно. Можно использовать только ветвление цикла, но я не сторонник таких радикальных решений. Я предлагаю пользоваться иногда по необходимости Break и Continue. Они работают, естественно, в цикле. Также я сейчас расскажу немножко про неконцевой return. Итак, вот типовой цикл. Пока условия, хотя Break и Continue работают и для цикла Ford тоже. Пока некоторые условия выполняются, мы выполняем очередную итерацию, исполняя операторы этого блока, который называется тело цикла. Можно представить, что у нас стадион, и мы по нему бегаем. Так вот, при некоторых обстоятельствах, обратите внимание, что Break у меня происходит не всегда. Вот типовой урок физкультуры, он не заканчивается пожарной тревогой. Но если пожарная тревога, то Break. Кстати, это не в любой момент. То есть нет такого, что вообще в любой момент, на любой точке тело цикла, мы можем, в смысле, Break'имся обязательно. Нет. То есть это проверяется в определенный момент. То есть когда я пробегаю определенную точку, могу проверить, а не звенит ли у меня пожарная тревога. Например, когда я бегу мимо пожарного выхода и могу, соответственно, выбежать. Вот этот Break, это, по сути, GoTo вот сюда, за пределы тела цикла на следующий оператор. Это бывает очень удобно. И второй оператор телепортации, это Continue. Он телепортирует нас к началу следующей итерации. То есть вот сюда, фактически, к проверке условия, не прозвенел ли звонок случайно. То есть это еще не означает конца урока. Но если физкультурник не смотрит, то мы можем раз и сразу снова на начало, как будто побежали дальше. То есть мы скипнули часть траекторий, но только на один конкретный раз, на одну конкретную итерацию. То есть у меня может вполне, я бегаю вот так вот, но иногда делаю Continue, делаю Continue, не делаю. Раз, то есть раз от раза, то есть в зависимости от условия. Понятно отличие? Давайте посмотрим на их адекватное использование в конкретных программах. Вот, например, использование Break. Здесь я его использую для того, чтобы не дублировать вот этот сканф. То есть я считываю x, если он 0, то покидаю. Я пишу цикл, если не 0, соответственно, продолжается. Я пишу число в 16-ричной системе числений. Ну, можно побаловаться. Например, число 10 буковкой А обозначается. Число 255 – это у нас FF. Ну, давайте минус 1 посмотрим, что он выведет в 16-ричной системе. Обратите внимание, минус 1 – это FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF И я вижу, что инты у меня 4-байтные, потому что 8 буквок F как раз соответствуют 4-байтам. Итак, ну и 0, естественно, что я выйду отсюда. Если я не хочу пользоваться брейком, то мне придется дублировать вот этот сканф. Ну, вы это видели уже в коде предыдущей программы. Я сейчас сделаю это искажение. Я убираю вот это вот. Сейчас уберу. А условие вот этой х равно 0 вставляю вот сюда. While1 это, по сути, пока правда. Единица всегда является истинной. Соответственно, мне не нужно теперь выходить из середины. Но что у меня получается? Во-первых, х у меня считывается вне цикла. Второе. У меня этот х считывается для следующей итерации. Ну и еще, если у меня не один сканф, а считывание является сложной процедурой, много действий, то это будет большое дублирование кода. Есть такой принцип, называется Don't Repeat Yourself. Или коротко dry. Сухо. Так вот, вот этот код, он не Don't Repeat Yourself. Он вполне себе wet. Мокрый. Мокрый код, в нем сканф два раза. Называется We Enjoy Typing. Так вот, я возвращаю все обратно. В данном случае использование break вполне адекватно. Особенно, если это считывание сложно. Более того, я могу вот эту переменную х, если она мне не нужна вне цикла, запихать ее прямо в тело цикла. То есть, определить ее поближе к месту ее фактического использования. В результате переменная х будет заключена жить вот в этом контексте. А вот здесь этот идентификатор будет вообще отсутствовать. И даже переменная такая на самом деле будет освобождена автоматически. Ну что же, давайте адекватное использование continue посмотрим. Здесь я пробегаю числа от 1 до 20, но с некоторыми особенностями. Я избегаю использования числа 13. И говорю, если число, прошу прощения, ошибочка. Если число 13, то пропускаем. И я избегаю чисел, которые делятся на 7. Остаток предельный на 7, 0. То есть, что я делаю? Я телепортируюсь на начало на следующее и фактически. На следующую итерацию. У меня будет итерирование произведено и увеличится. Я двинусь дальше. Для всех остальных чисел я что-то там распечатываю это число. И еще дополнительно делится ли оно на 3. Вот это я на самом деле вписал специально, чтобы пример был чуть менее искусственным. Потому что у вас реально в теле цикла что-то там содержится. То есть, есть какие-то операторы, какие-то там определенные длины строки. Программисты, которые говорят, что continue нельзя использовать никогда, по сути, принуждают нас к тому, чтобы мы использовали здесь оператор. Ветвление фактически. Это просто вложенное ветвление. А именно, я должен сделать так. Если и не равно 13, тогда я все это дело выполняю, что там ниже. Мне нужно взять, сделать тело вложенное вот здесь у этого ветвления. И все вот это вот, вот это все, погрузить туда, внутрь вот этого вот оператора if. Вы видите, что мне для этого пришлось вот этот программный код сдвинуть вправо. Но это был не единственный continue. У меня был еще один момент, из-за которого я тоже скипал итерации. Я беру, убираю вот это. И вписываю, соответственно, сюда еще одно тело. На ветвление. Да, вот эти все операторы уезжают вправо. И, соответственно, у меня логика начинает теряться. Цикл разросся, усложнился. И мне уже трудно понять, в какой ситуации я сюда попадаю. А вот этот момент, это когда что наступило, особенно если промотать вот так вот слегка. Уже вообще сложно разобраться. Вот я вот здесь вот, вот если тут что-то будет написано. Понимаете? Вот если что-то тут будет происходить. Это в какой ситуации происходит? А если это вот тут происходит? То есть у нас вот эти закрывающие скобки, они обозначают конец блока, который почему-то там. Ну, в общем, когда это дело разрастается, то это становится проблемой. Вот чтобы код был более линейным и не настолько углубленным, да, чтобы просто было ясно и легко читалось, что вот в такой ситуации мы просто пропускаем это, да, пропускаем эту итерацию. И существует для этого оператор континью. И он является во многих случаях очень адекватным. Не надо преувеличивать его использование, но пользоваться им можно и нужно. Давайте посмотрим на еще один вполне боевой пример, в котором мы будем рассматривать простоту числа, проверять простоту числа. Давайте запустим для начала эту программу и посмотрим на каких-нибудь конкретных примерах. Например, число 121, это 11 в квадрате, оно не является простым. А число, ну, например, 61, да, оно простым является. То есть у него нет делителя, начиная от двойки и до не превышая корня из числа. Ну, я, наоборот, сделал девайзер в квадрате. То есть я перебираю плюс-плюс-плюс, да, девайзер, перебираю все возможные делители, начинаю от двух до включительно, обратите внимание, включительно, значит, что 21 не пройдет, корня из икса. Так вот, что я делаю? Я фактически выхожу из цикла и больше ничего. Но этот выход из цикла может нам означать, что либо мы вышли при помощи брейка, тогда вот это условие является ложным. О, прошу прощения, истинным. Оно будет являться истинным. А если оно ложное, то как раз цикл закончился нормальным образом. То есть если я заканчиваю и условие у меня ложное, ну, я его здесь развернул просто больше, да, поставил. То я говорю, о, тогда число простое. Если же это условие оказалось истинным, то это значит, что я выбежал по пожарной тревоге при помощи брейка. Мне не нравится вот такая программа. Она работает, но мне она не нравится. Знаете почему? Во-первых, потому, что у меня вот этот вот блок, он определяет, собственно, простоту, да, а вот этот вот, он пользуется результатами. Так вот, он в своем использовании результатов влазит внутрь логики поиска, простое оно или непростое. На самом деле, тестов простоты очень много. Там тест простоты фирма есть вероятности. Всякие есть разные способы там проверки на простоту. Нет, я хочу, чтобы вот эта вся логика была спрятана. Короче говоря, вот если число простое, if is prime, да, то я печатаю, что оно простое. Как мне этого добиться? Ответ. Мне для этого надо создать переменную флаг. Переменную флаг. Я ее сделаю типа bool. Для того, чтобы использовать тип bool, я подключаю библиотеку std bool. Она вот у меня уже подключена. Так вот, я говорю, что это переменная флаг, такой флажок. Давайте я вот здесь нарисую прям флажочек такой, да, поднятый. И вот флажочек опущенный. Вот это состояние поднятого флага, я буду считать true, а опущенный флаг это false состояние. Да, и переменная у меня, которая хранит вот это состояние, будет называться is prime. По умолчанию я подниму флажок и буду держать его поднятым до тех пор, пока не найдется хотя бы один, собственно, делитель, который ее положит. Ну, а дальше я зафиксирую в конце просто, что флажок у меня находится в состоянии false. Поэтому я вот здесь вот пишу равно true. То есть я его выставляю, этот флажок, вверх, да. А дальше что я делаю? Ну, а дальше я перебираю все делители, да. И если у меня равно нулю, то я что могу? Просто взять этот флажок, да, и поставить его в false. В состояние false. Кстати, в этом случае переменная девайзер может быть полностью заключена внутрь цикла for. Цикл for позволяет создавать переменные прямо в своем заголовке. Это переменная на время цикла. Ну, в этом случае я ее отсюда вообще удаляю. И у меня вся логика поиска заключена внутри, никуда не выглядывает этот девайзер вообще, да. И только одна переменная, которая сигнализирует результат, возвращается вот сюда вот. Пожалуйста, да. Этот алгоритм работает. Ну, можно проверить на каком-нибудь случае. Опять там число 13, например, да, оно простое. Ну, или там давайте еще запустим какое-нибудь число 66. Оно непростое. Но мне вот этот алгоритм, он хуже с точки зрения скорости выполнения. Почему? Да, я теперь прогоняю все делители, даже если число сразу же поделилось на двойку. То есть оно оказалось четным, например, 66. А я перебирал все равно все делители, хотя флажок уже давно был опущен. Понимаете? Поэтому в данном случае можно использовать комбинацию из и флаг переменную, использовать и break. Почему нет? Вот это вполне адекватное использование break вместе с переменной флагом. Но вы знаете, мне на самом деле и вот этот программный код не совсем нравится. Почему? Ну, потому что, опять же, сама логика поиска, она в тексте, в программном, она отделена. У меня сейчас две пустые строчки, чисто так, ради логики, чтобы удобно было на это смотреть. Я пару пустых строчек вставил. Но мне бы хотелось, чтобы это дело было совсем спрятано. Для этого и существуют функции. И вот если мы пользуемся функциями, то есть как мой идеальный случай, он написан вот тут. То есть я беру и вызываю isPrimeNumber от икса, а он возвращает мне логическое значение да или нет, true или false. Вот он, идеальный случай, понимаете? Так вот, как должна работать эта функция? Посмотрите. Я, конечно, мог бы сюда вставить переменный флаг, но есть элегантный способ. Это return, который происходит из тела цикла. Из тела цикла. Давайте я чуть-чуть перенесу, чтобы было видно. Видно происходящее, а то спряталось немножко. Ну, вот так вот, да, видно. Так вот, обратите внимание, что у меня вот этот return, он не просто говорит о том, что функция возвращает false, а он еще и прерывает работу функции сразу же, заканчивая ее, телепортируясь фактически, ну, как, наконец, на выход из функции. Вот этот неконцевой return часто используется для выхода вплоть до выхода из нескольких вложенных циклов. Это одна из редких ситуаций, когда goTo считается допустимым к использованию. Ну, вот в этом случае, если вы очень не хотите goTo, можно просто сделать return в серединке функций, в которые есть вложенные циклы. Ну, что же, на этом мы с вами обсудили управление потоком исполнения, и давайте двигаться дальше. До новых встреч!